всем здравствуйте всем отличной пятницы как я и говорила в прошлом раскладе да сегодня мы посмотрим тему которая предложила наталья успешно называется он какой урок проходит сейчас мой ребенок у кого есть дети кому интересно будем смотреть сначала я хотела сделать на одну позицию потом думаю нет пускай будет на 3 и чтобы у людей был выбор и мы посмотрим разные ситуации какой урок проходит ваш ребенок и хочу напомнить что сегодня пятница до в разделе сообщества ссылка есть под этим роликом есть анонс на близ консультации кому интересно переходите смотрите приходите думаю будет интересно так приступаем время было предостаточно позиция номер один голубенький камешек смотрим мамочки папочки на вашего дитя сначала я попробую описать чтобы узнали да если описание сигнификация сходит значит это вот про вашего ребенка потому что я буду описывать конкретных детей это будет один ну то есть каждой позиции будет один я не буду прям по несколько потому что позиции само по себе будет много внутри ваш ребенок ваш ребенок какой ваш ребенок интересное описание на вашего ребенка да то есть мне показали ребенка которого вы любите это любимый вами ребенок если у вас есть несколько детей то каким-то образом вы этого ребенка выделяете либо с каким-то образом с этим ребенком у вас есть особая связь скорее всего здесь ребенок такой знаете это дети миллениум до их называют исходя из этого я предполагаю что он где-то в двухтысячных годах и дальше родился не не ранее так 97 я тоже не думаю но вот где-то около двухтысячных и дальше а почему потому что туз кубков нам говорит о детях таких необычных которые воспринимают этот мир через состояние души они этот мир чувствует здесь не логично относятся к миру да у них могут быть какие-то способности возможно ребенок склонен к музыке творческая какая-то такая натура и очень тонкая тонко чувствующая душа да то есть здесь ребенком может быть не всегда комфортно в этом мире потому что много жесткости ему приходится закрываться с другой стороны здесь как-то что-то связано с одиночеством то ли чувствовать себя в каких-то моментах одиноким причем вот именно в эти моменты он как-то склонен к музыке не знает он музыку пишет то ли вот рисует что-то делать когда вот ему он чувствует себя одиноким одиноким внутри то есть неважно у вас может быть многодетная какая-нибудь смена очень много людей детей все ну вот он он как он себя воспринимает он может быть окружен друзьями знакомым еще расскажу другими детьми любовью заботой но он очень часто чувствовать себя одиноким и здесь просто показывают вот какие-то знаете есть направление ему да то есть и мощно то есть дети которые акцент делают на на чувства ну как они внешне выглядят накрашенные глаза черная одежда вот эти вот всякие железки наклеены пирсинга очень много может быть тату но больше вот какой-то пирсинг то есть вот как каким-то таким образом идет самовыражение там кожаная одежда черные вот эти вот высокие ботинки такое знаете выражение здесь акцент ребенка идет больше на эмоциональную составляющую опять же сказать что они вот прям сильно эмпатичны нет но здесь дети эти какие-то они сострадательные но они умеют все переживать и я вот здесь идет какой-то шквал разных энергии на этих людей им некомфортно и они поэтому абстрагируются чтобы вот как-то себя защитить сохранить при этом это дети с очень богатым внутренним миром очень богатыми своим каким-то воображением поэтому они могут рисовать могут рисовать какие-то комиксы там не знаю что то что то рисовать либо любит это смотреть но вот у меня такой знаете здесь идет черно-белый какой-то эскиз который они рисуют есть вот это вот облачко до рядом как где мы но обычно если это комиксы и надо как-то передать разговор на речь на вот в облачках рисует там слова какие-то сообщения до которые нужно вот либо этот человек но ребенок очень много времени проводят соц сетях до через smms через переписку через вот передавание информации вот таком формате здесь ребенок сам себя как-то развлекает внешне может казаться что он закрытым закрытый на самом деле это не так просто ему нужна определенная почва чтобы он раскрылся и показал себя вы можете быть даже удивлены иногда его фразами что он говорит в них есть глубокий какой-то смысл есть какая-то глубина здесь дети которые действительно могут читать литературу причем литературу которая ну вот казалось бы что в наше время уже не читают дети там например классику либо какую-нибудь сложную философскую религиозную вот но здесь ребенок такой опять же таки знаете сказать что вот этот ребенок нуждается там в любви и вниманием для того чтобы удалить вот как-то его эмоциональная потребность покрыть нет здесь такого нету вот он самодостаточная но он просто он не похож на предыдущие поколения это вот дети нового поколения они они какие-то другие они не похожи не похожи своих размышлениях не похожи в своих взглядах смысла понятиях вот вообще не похожи и это ребенок вот именно очень очень богат богат внутри у него богатый какой-то свой мир он он гармоничен по-своему но внешне если не залезть его душу да будет непонятно вот как-то знаешь смотрите на этого ребенка и кажется что не знаю очень похож на как-то на суицидника то есть на ребенка который вот склонен как к чему-то такому но при этом этот ребенок очень любит жизнь вот я не знаю как иначе его описать потому что вот образ внешний и о состоянии внутренние его души одни разнятся на не разнятся вот о таком ребенке пойдет речь если это ваш ребенок да то окей слушайте дальше если нет смотрите другие позиции так а какой урок какой урок сейчас проходит ваш ребенок но урок души до который он себя выбрал по рыцарю кубков урок в котором он учится да здесь ребенок учатся социализации то есть общению коммуникации умение умение выживать в в обществе вот для него сейчас это важно здесь а ему нужно научиться общаться говорить там я не знаю выстраивать какие-то связи до знака обзаводиться связями там знакомыми и друзьями и приятелями здесь ребенок как-то понимает знаете как то еще может быть как подростковый период вот что-то такое подростковое не идет как будто бы ребенок больше акцент делает на социум нежели на семью то есть у него в приоритете сейчас внешний внешний мир как себя проявить как самоутвердиться это урок а почему потому что двойка мечей говорит о том что ребенок с одной стороны закрывается для того чтобы послушать себя до свои ощущения и понять как я могу проявиться в этом мире в социуме каким образом то есть как здесь вот этого дуальность подвойки мечей заключается в том что с одной стороны да я хочу быть среди людей мне нравится с другой стороны эти люди они не всегда соответствует мне и и вот и не то чтобы здесь идет борьба здесь идут какие-то сомнения и в этом заключается урок этого ребенка то есть научиться адаптироваться научиться высказывать свои желания да и при этом не идти на поводу у стаи хочется сказать вот но и в то же время не ощущать себя изгоем мы здесь такой достаточно сложный этап социализации идет потому что здесь меняется его внутренний мир в зависимости от того окружения и тех людей которых он выбирает потому что они влияют на него но и с другой стороны он не хочет впускать это влияние внутрь себя то есть он как-то фильтрует и тем самым он изучает себя через других и понимает себя в большей степени здесь такой если вы чувствуете что ваш ребенок как-то отстранился от вас не переживайте дайте ему время пространство потому что это важно важно как-то этому ребенку приспособиться к миру да потому что я сказала он такой какой-то вот достаточно особенный особенный просто потому что он не похож на общую массу до людей нет не то что у него там что-то есть такое уникальное он вообще у каждого у нас есть но здесь ребенку важно как-то влиться в этот социум да но с другой стороны он понимает что этот социум ему не подходит и вот он начинает создавать свой социум то есть свою стаю слову своих людей похожих на него с кем ему было бы комфортно поэтому посмотрите может быть в окружении вашего ребенка начинает появляться новые люди новые приятели знакомые и как правило он будет их подбирать по своим интересам то есть если он там рисует то каким-то образом эти люди будут относиться к рисованию то есть опять же таки это не значит что они будут рисовать они могут там делать например тату мастер да это тоже своего рода рисование либо там какой-нибудь айтишник но при этом он рисует только создает компьютерные игры до что тоже имеет какое-то отношение к графическим картам то есть посмотрите если у него например там музыкальное какое-то увлечение есть дата здесь он будет например общаться с людьми которые может быть владеет сайтом да где музыка есть либо каким-то образом связанную то есть связь есть вокруг его интереса он воссоздает для себя комфортную удобную социальную среду это очень интересно если у вас есть возможность посмотреть на его приятелей на его друзей то вы смогли бы лучше понять своего ребенка то есть здесь напрямую вопрос социализации здесь ребенок учится говорить учиться себя проявлять учиться себя выражать получает обратную связь здесь его могут появиться какие-то жаргоны до конкретные там слова понятия и так далее то есть здесь вот именно настоящий такой подростковый период когда ребенку важно понять себя в этом мире и найти свое место поэтому здесь вообще как-то знаете любите но держите дистанцию вообще не не давите на этого ребенка не показывайте свой авторитет здесь нужно быть наблюдателем то есть нужный момент если надо поддержать здесь вот какая-то идиот индивидуализация то есть человеку важно понять кто я на свою личность кто я кто я в этом месте кто вы я в этом мире здесь вообще трогать не надо потому что хочется к эти врагов себе на живете и как будто бы отношения испортите она вам не нужны просто наблюдаете на здесь будет такой яркий этап когда ребенок захочет сменить облизи образ одежды стиль волосы покрасить там пирсинг потом тату потом я не хочу потому хочу вот очень много меняться будет поэтому здесь вообще не надо там как-то осуждать критиковать этого ребенка просто наблюдайте наблюдайте как это знаете обычно взрослые люди перебесятся пройдет и перебегнут ему важно вот сейчас перебеситься таким образом он себя найдет вот здесь очень главное такой посыл не мешать не мешать вообще никак не мешает просто наблюдать и если видите то что что-то грозит опасности вашего ребенка тогда да почему потому что здесь могут быть такие знаете этапы когда ребенок пробует легкие там наркотики траву какие-то препараты не могу я про это говорить я все время забываю что на ютюбе есть вещи которые говорить нельзя вот потому что но потом могут не выпустить этот ролик в общем то есть здесь нужно быть очень внимательны и не надо бояться да то есть опять же таки как-то контролить потому что если вы будете на это обращать внимание это будет обостряться да потому что запретный плод он всегда сладкий запрещать ничего нельзя беседовать да на равных но опять же таки не не передавая тревожность ребенку там знаешь в этом мире есть вот это вот это это все плохое это все негативно нет так не надо учиться доверять своему ребенку потому что он здесь тоже проходит очень достаточно сложный какой-то этап своей жизни так это была первая позиция первая позиция и наш утонченный ребенок и мы идем позиции номер два красненькому камешку да двоечки смотрим вашего ребенка если узнаете ok если не узнаете смотрите другие позиции вот какой ваш ребенок какой ваш ребенок десятка мечей четверка кубков восьмерка кубков здесь какой-то взрослый ребенок смотрите здесь могут быть разные моменты я их все проговорил здесь с одной стороны мне кажется какой-то взрослый вот где-то 30 чем-то почему потому что здесь как будто вы не знаю идет информация о том что этот мужчина уже но я его считаю уже мужчины как будто бы развелся с кем-то расстался да что-то какую-то точку своей жизни не знаю с работы волица поставил какую-то точку и вот какой-то период я не знаю может быть он у вас живет и думает дальше как куда идти куда поехать на куда податься то есть здесь какой-то этап в жизни и и хотел описание ребенка но мне показывает именно ситуацию этап жизни этого человека когда что-то завершилось и сейчас он находится вот как будто бы в рябе в реабилитации да по четверке кубков хочу восстановиться но пока я еще не знаю что я хочу куда я хочу пойти что хочу сделать то есть вот здесь какой-то такой момент взрослого человека либо это может быть этап когда ребенок закончил школу и уезжает в другой город в другое место для того чтобы поступить в институт университет ну то есть поступил и будет обучаться вот здесь какой-то такой то есть юность когда человек идет в социум да то есть он закончил уже вот как-то с вами ваше проживание и идет дальше в социум здесь вот какой-то конкретный либо прям совсем взрослый либо юный который вот и идет почему-то на обучение движется дальше здесь конкретно все больше ничего не показывает про этого ребенка либо про этого мужчины мужчину как если можно хорошо какой урок он здесь проходит здесь конкретный человек какой урок он проходит ну вот урок непосредственно связанные с тем чтобы научиться принимать решения принимать решения в своей жизни да и ну как будто вы знаете у ответственности и какого-то взросления почему потому что семерка мечей говорит о том что есть какая-то хитрость да когда человек хочет чужими руками сделать реализовать реализовать какое-то свое желание и здесь урок заключается потушу мечей что человеку нужно понять что есть какие-то вещи в нашей жизни за что несем мы ответственность в своем выборе то есть за тебя никто не решит да ты должен выбрать ты должен определиться куда ты пойдешь и что-то хочешь сделать дальше то есть здесь 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 может быть знаете вот как какой-то кризис я говорю здесь какой-то кризис пошел человек даже если это например молодой парень мужская энергия да здесь идет забыла сказать если это например молодой парень и он куда-то поступил и надо переехать а то все равно вот здесь вот какой-то этап взросления да то есть я выбираю в каком городе я буду учиться либо выбираю какой факультет какое-то направление да как-то вот нести ответственность где я буду жить как я буду жить может быть надо найти работу дополнительные чтобы как-то вот выживать они все братья от родителей здесь какой-то такой момент именно взросление но хитрость здесь присутствует да потому что не есть отсутствие желания как-то что-то делать дальше до принимать какое-то решение опять же таки может быть ранее за этого человека принимал кто-то другое решение может быть здесь он просто не готов и нужен период вот этой вот реабилитации восстановления прежде чем он примет решение здесь какой-то такой действительно урок который связан с завершением чего-то и началом чего-то нового и и ваш ребенок находится сейчас посередине то есть что-то уже завершилась это уже факт сбывшийся а что-то новое должно прийти это тоже факт но она тоже будет а сейчас вот он как будто бы находится вот в этом между времени до между прошлым и будущим и силу и зависеть от него какие решения он примет но здесь как будто бы вот не хочет принимать решение ребенка я могу сказать что он не знает прям вот не сложно как-то что-то выбрать здесь действительно вот какая-то хитрость и выгода в том что как-то тянуть это время принятие решения выиграть да это время не знаю почему здесь это важно для ребенка но здесь как раз таки вот этот момент он он проходит давайте посмотрим в чем он хитрит почему ну вот хитрит как раз таки в дальнейшем движении да то есть я как будто бы я хочу как как-то насладиться моментом да прежде чем я пойду дальше вот такое здесь идет не знаю поднабраться силами поднабраться там заработать деньги прежде чем я дальше пойду вот что-то здесь такое а в чем здесь хитрость но почему это является хитрость потому что здесь есть неуверенность видите человек должен совершить выбор а почему на этот выбор не делает а потому что страшно да здесь человеку нужно поработать свои страхи и страхи как краски связаны видите с ответственностью возможно здесь какой-то этап такое что у человека именно конкретном моменте заниженная самооценка ну видимо вот после какого-то прошлого опыта и поэтому человек не чувствует себя уверенным не чувствует себя состоятельным что ему поможет на что нужно обратить внимание ну король пендапли видите здесь нужно обратить либо на финансовую сторону вопросы да то есть важно человеку что-то с деньгами либо работы иметь либо вот как-то обратить на деньги либо важно обратить внимание на какую-то стабильность стабильность материальный комфорт удобство вот мне кажется что все таки деньги здесь играют главную роль на них нужно обратить внимание может ребенку надо либо мужчине парню надо найти какую-то работу то есть может быть он поэтому и думает но он находится в страх вот такой урок здесь для второй позиции так и мы с вами переходим позиции номер три зеленому камешку троечки слушайте внимательно диагностику и мы посмотрим кто ваш ребенок кто ваш ребенок что же такое то наверное такой вопрос был да поэтому в контексте урока здесь девушка здесь девушка здесь женская энергия видите здесь речь пойдет о девочке здесь речь пойдет о девочке девочка такая знаете достаточно домашняя но почему-то она сейчас проходит какой-то свой бунт 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 несогласие но здесь девочка старше 18 лет да я не вижу что может 17 старше 17 девочка такая знаете уже юная девушка девочка и не назовешь юная уже девушка достаточно такая домашняя стабильная спокойная красивая почему-то мне идет что у нее длинные волосы такие коричневые она еще и в косую заплетает но опять же таки это не для всех вот просто если это совпадает значит это вот про вашу да здесь она как она не очень любил любительницы как-то узнаете ходить по тусовкам всевозможным баром такая домашняя она предпочитает знаете как говорят девочка помощница маме помощница да какие-то домашние дела сделать такая отзывчивая добрая спокойная но что-то сейчас вот как-то ее напрягает что-то ее будоражит и вот она как-то знаете как-то сопротивляется брыкается стала как-то не знаю как-то огрызаться ну что-то поменялось в этой девочке здесь какой-то вот бунт идет внутренне что в ней поменялось не знаю что то что то связанное с прошлым как будто она что-то хочет и у нее это не получается вы знаете такое ощущение что я не знаю если у нее там молодой человек или нет но вот как будто бы вот здесь идет влияние молодого человека на нее сразу две две карты да как будто она не знает сейчас не совсем понимает куда ей дальше идти как и дальше двигаться опять же таки если это например касается там не знаю но отношение у нее да то здесь может быть она задуматься о том что она куда что-то не складывается до в этих отношениях вот у меня идет такая энергия опять же таки я описываю конкретного человека да не не называется не смотрите у нее что-то не складывается в личной жизни не знаю может быть какие-то несогласие я не думаю что здесь конфликты если у нее есть парень и вот он как-то на нее влияет он хочет чтобы она что-то сделала конкретное а она этому сопротивляется либо если у нее нету отношений еще да то здесь этот ребенок он думает о том куда ему дальше идти как будет развиваться его жизнь то есть это очень важно да и ну хочешь сказать а почему она тогда с вами огрызается потому что она понимает что она как-то вот выросла и надо ей дальше двигаться и опять же таки из любви к вам не хочет сидеть там на вашей шее как-то вот быть вам в тягости хочет вот какое-то есть желание дальше двигаться по жизни но не совсем понимает не знаю то ли нету образование то ли не знает где и как найти работу то есть знаете здесь такой этап ребенка взросления когда он понимает что я уже самостоятельный и надо как-то давно уже пора было бы обрезать пуповину с родителями с домашними с очагом с домом вот куда-то переехать уже жить самостоятельно но вот понимаем что есть какие-то трудности которые не позволяют дальше двигаться что куда двигаться собралась аркан влюблены видите здесь ребенок не понимает во верху на жрица про это говорил что я не знаю я не понимаю куда мне нужно идти что мне нужно делать надо ли мне учиться надо ли мне работать надо ли мне замуж выходить до либо что-то такое здесь не совсем понятно ребенку хорошо какой урок проходит башню видите я говорю разрушение здесь что-то что-то либо случилось но опять же таки если есть парень здесь очень сильное влияние на конфликт вот он ее как будто бы продавливает вот что-то он хочет сделать она сопротивляется ей это не нравится ей это претит ее нормам правилами она не знает как как отреагировать да как как сказать то что она хочет она вроде говорит на ее как будто бы не слышат здесь вот это вот какая-то такая серьезная ситуация на самом деле вот если это все-таки не про ее личную жизнь здесь происходит какие-то моменты вот именно взросления да когда есть внутренний импульс который ее куда-то ведет у нее появляются какие-то желания но она не знает как их реализовать либо здесь что-то произошло такое 40 какая-то конфликты интересов видите здесь какой-то конфликт интересов опять же это может быть либо с ее молодым человеком либо ее внутренний конфликт интересов а то есть то что она хочет она это не может получить по причине того что что то есть то есть вот как будто вы знаете когда бывает у человека сомнений да например я хочу работать но я не могу найти работу либо я там хороший специалист но я не могу найти работу по своей профессии а идти на другую работу я не хочу потому что мне не нравится ничего другого мне нравится моя работа но я не могу найти такой замкнутый круг и ей нужно найти выход из этой ситуации да здесь ей нужно найти здесь и нужно получить этот результат найти что делать куда идти может быть чему-то учиться то есть вот вот такой здесь урок она проходит да нужно ли ей помогать потому что я склоняюсь тому что здесь вот понимаете и и помощь она не совсем уместно и будет и не помогать тоже но не получается потому что это но не чужой вам человек нужна ли здесь помощь здесь скорее всего нужна какая-то вот знаете мотивация поддержка поддержка здесь она эту трансформацию должна пройти сама но ясное дело что каждый из нас проходит сам но здесь вот в контексте поддержки но может быть финансовая тоже поддержка да может быть деньги дать человеку такой момент тоже может быть как еще вы можете ей помочь создать какую-то стабильную такую атмосферу где она бы чувствовал себя в безопасности и в комфорте то есть ей сейчас нужно принять решение принять самостоятельно то есть не надо влиять на нее но при этом атмосфера должна быть такая знаете удобная комфортная чтобы она не отвлекалась на какие-то другие внешние факторы а приняла правильное решение то есть что я имею ввиду не приняла решение состояния страха да то есть допустим я не хочу замуж до за этого парня но мне родители говорят о том что все тебе уже 18 надо съезжать да и вот из страха того что я останусь на улице я вынуждена буду принять решение выйти замуж да то есть не надо из страха принимать решение надо наоборот создать такую атмосферу комфортную приятную и уютную но это должно быть искренне это не должно быть какой-то вы знаете лицемерие что доход очень все что ты хочешь вот это вот не надо да то есть фальш тоже чувствуется поэтому здесь вы сможете понять даже если поговорим с ней до сказать что окей что ты хочешь как мы можем тебе помочь там я не знаю если допустим тебе нужна какая-то тишина окей ну допустим я не знаю ребенок сдает какие-то экзамены куда-то и нужна тишина для того чтобы читать окей я тебе сделал там например там с трех до пяти будет тишина я тебе гарантирую обед будет вот просто садись читай я буду приносить тебе обед на желательно просто чтобы ты иногда переключалась на потому что так и материал лучше усваивать и для твоего здоровья окей окей договорились на берегу вот вы выполняете свое свое обещание и от этого спокойнее потому что она никто ее не будет теребить никто не будет отвлекать вот и ей так проще будет то есть вот здесь что-то такое идет но ей для нее очень важно принять решение на ведь здесь есть дьявол который не дает ей принять правильное решение почему потому что есть что-то что ее искушает что-то что ее отвлекает но еще раз скажу это ее урок независимо от того какое решение будет правильно неправильно и она должна помочь пройти его вы можете помочь только знаете как-то вот вере в нее да вот все что вы заложили в этого ребенка сейчас вы это увидите если что-то правильное дату и выбор будет такой вы должны будете с этим согласиться здесь есть такой сложный узел судьбоносной которые вы уже знаете с одной стороны хочу сказать что да да вы давайте повлияем все таки мы же родители но с другой стороны даже если это что-то негативное это помогает ребенку пройти этот урок да то есть мы не можем все время держать детей в тепличных каких-то условиях потому что им жить в этом мире и чем быстрее они адаптируются тем проще им будет жить в этом мире то есть здесь вот прям где эта грань очень тонкая грань как понять да когда надо когда не надо и что мы можем делать а что нет вот здесь я хочу спросить а какой вы урок здесь проходите с этим ребенка потому что не только она проходит а вы какой урок здесь проходите аркан умеренности видите терпение терпение спокойствие быть в мире то есть не надо эмоционировать переживать не надо нагружать ребенок и так очень перегружен эмоционально здесь с тем что у него происходит вы должны жить по аркан умеренности в доверии и в терпении ждать ждать и верить лучшее да и как-то вот я не знаю молиться что ли за лучшее для своего ребенка на сказала ребенка шестерка кубков вышла вы урок вы проходите урок до своей семьи десятки пиндак для того как вы как раз таки обучали своего ребенка какое наследие вы ему передали то есть вот то что я и сказала до мои слова что вот то что вы сели сейчас вы увидите результат и вы уже никак не сможете повлиять на нее на ну на результат почему потому что если где-то неправильно воспитали но все уже перевоспитывать не получится дальше уже самостоятельно вот здесь и как будто бы вы тоже сдаете свой экзамен на воспитание на рост ребенка если вы считаете что вы все верно сделали значит вам нельзя сомневаться в том что ребенок сделает неправильный выбор какой бы выбор не сделал да это вот будет как раз таки результат вашего воспитания да здесь она проходит становление своих каких-то ценностей выстраивает какую-то опору почву на долгосрочный период вот такой был 3 такая была третья позиция такой расклад благодарю наталью за идею не знаю наверное я смогла раскрыть определенную категорию детей если вы не услышали себя то ну своих детей токи здесь я уж как-то не смогу через детство такие дети пришли такая информация причем мы видели до что в абсолютно всех позиция такая достаточно серьезная кризисная ситуация на не то что просто в разной степени разные дети разные возраста но ситуации сложные во всех трех позициях вот такой расклад прощаюсь с вами напоминаю про пятничную акцию ссылка в в описании под видео в разделе сообщества нажимаете переходите читаете приходите просьба оплачиваете близ консультации после соглашения со мной да то есть не надо сначала мне оплатили потом пришли соглашалась согласовывайте пожалуйста прежде потом присылайте мне деньги а я прощаюсь с вами кто не придет на близ консультации желаю вам всем отличных выходных берегите себя берегите своих детей наполняйте их любовью давайте им безопасность чувство важности вашей жизни и будьте все время в мире да то есть не надо быть гипер опекающим родителям до из другой стороны не додавать любовь учитесь в жить в золотой середине прощаюсь с вами пока пока